Судьба внутренней сферы должна была решиться на ничем не примечательной планете Тукаид, благодаря другому переводу, известной также как Токаидо. Ильхан Ульрик Керенский и предцентр Комстара Анастасиус Фохт определили дату начала боевых действий – 1 мая 3052 года. Сражение не ограничивалось по времени, но Керенский и Фохт обговорили численность участвующих в нем сил. Войска семи кланов могли использовать для атаки 25 галактик. Силы Комгвардии состояли из 12 армий, в состав которых входило около 70 дивизий. Для победы кланам необходимо было захватить большую часть из 14 намеченных целей. В этом случае Терра и Кумстар переходили под их контроль. В случае победы Комстара кланы сохраняли за собой захваченные ранее миры, но в течение 15 лет не смогли бы пересекать плоскость, проходящую через Тукаид перпендикулярно оккупационной зоне кланов. Еще до начала переговоров Комстар начал подготовку к сражению. На Тукаид перебрасывались войска, было эвакуировано мирное население, строились укрепления и ловушки. Необходимо было использовать все возможности, чтобы остановить кланы. Ведь ставки были чрезвычайно высоки. Большинство ханов считало, что их силы смогут легко одержать победу в предстоящей битве. Голоса тех, кто сомневался в рациональности соглашения с Комстаром, не были услышаны. Воины рвались в бой. Командиров ослепили возможность быстрой победы и стремление завоевать славу. Начался торг за право первыми высадиться на Тукаид. В итоге общая численность атакующих войск уменьшилась до 21 галактики, далеко не все из которых имели полный состав. Для ханов ягуаров и котов битва за Тукаид стала не только возможностью захвата Терры и подчинения Комстара. Они жаждали смыть позор поражения на Люсьене, а также утвердить влияние крестоносцев. Заявка ягуаров была чрезмерно смелой. Обе цели они намеревались захватить, задействовав всего две галактики. Хан дымчатых ягуаров Линкольн Озис был очень доволен тем, что ему удалось обойти волков и его клан высадиться первым. Нефритовые соколы и новокоты также должны были сделать все возможное для захвата намеченных городов в самые короткие сроки. Крестоносцы намеревались лишить славы клан волка, закончив кампанию еще до его высадки. К всеобщему удивлению, волки совсем не стремились соревноваться с крестоносцами и согласились высадиться последними, спустя пять дней после ягуара. Ульрик Керенский предполагал, что сражение затянется, и советовал ханам клана волка не торопиться с высадкой, ведь пауза давала им преимущество. У волков было бы достаточно времени, чтобы проанализировать действия комгвардии в первые дни сражения, выявить сильные и слабые стороны их тактики. Несмотря на то, что Керенский был избран Ильханом, он практически не руководил действиями других кланов во время сражения. По сути, войска каждого клана были предоставлены сами себе, координация между силами кланов отсутствовала, рекомендации Керенского воспринимались в штыки. Так, он советовал ханам организовать доставку в зоны высадки боеприпасов в количестве необходимом для ведения продолжительной кампании и обеспечить надлежащую охрану складов. Умни Мехи рекомендовалось перевооружить, сделав ставку на использование энергетического оружия, не требующего боезапаса. Только призрачные медведи прислушались к словам Керенского. Остальные рассчитывали разбить противника в первые дни сражения. Анастасиус Фохт понимал, что одержать победу над кланами, имеющими огромное технологическое преимущество и боевой опыт, возможно только если использовать все выявленные недостатки тактики противника. Кланы всегда пытались добиться быстрой победы и надо отметить, что в подавляющем большинстве случаев это им удавалось. Однако командиры кланов практически не имели опыта в ведении длительных кампаний, результат которых зависел не только от умелых и храбрых действий воинов в прямом столкновении. Сражения на планетах Твайкросс, Уолкотт и Люсьен показали, что во многих подразделениях кланов были серьезные проблемы с организацией линий снабжения. Большие потери они несли, когда защитники применяли партизанскую тактику – изматывали противника обстрелами. В последней волне наступления воины кланов уже меньше придерживались кодекса чести, чем в начале вторжения, но полностью искоренить привычку воевать по правилам не удалось. Многие воины по-прежнему отказывались использовать, по их мнению, постыдную тактику беспринципных, не заслуживающих уважения вольняк, а командиры вели торг за право возглавить атаку, зачастую вообще не оставляя никаких резервов. По замыслу Фохта, силы комгвардии должны были измотать противника быстрыми атаками с последующим отходом – артобстрелами и засадами, при этом стараясь не втягиваться в бои на открытой местности, где кланы имели бы явные преимущества. Комгвардия имела огромный запас боеприпасов и запчастей, позволяющий вести интенсивные боевые действия в течение месяца. Были построены скрытые склады, многие сельскохозяйственные постройки переоборудованы под военные нужды, оборудованы оборонительные рубежи. Еще одним преимуществом обороняющихся стало то, что в отличие от войск кланов, все соединения комгвардии были единой силой, напрямую подчиненной своему командующему, осуществлявшему руководство из тайного бункера, в котором еще во времена Звездной Лиги был оборудован стратегический командный пункт. Комгвардия перебросила на планету около 6 тысяч мехов, 2,5 тысячи аэрокосмических истребителей и несколько тысяч единиц различной бронетехники. При том, что комгвардия была обороняющейся стороной, она имела двукратное преимущество в мехах над кланами. Однако более совершенные омни-мехи кланов могли легко свести на нет такое преимущество. По указанию Фохта, многие мехи были модифицированы. На них установили вооружение, разработанное перед распадом Звездной Лиги. Они по-прежнему уступали омни-мехам кланов, но модификация позволила полностью использовать потенциалы этих машин. Вот некоторые из мехов, противостоявших кланам на полях сражений планеты Тукаид. Blackjack разработан компанией General Motors незадолго до распада Звездной Лиги, когда авторитет Лиги стал снижаться и на периферии активизировались революционные движения. Blackjack проектировался как машина огневой поддержки, способная участвовать в подавлении мятежей. На первых прототипах на руках были установлены огнеметы, но на серийных образцах вместо них устанавливались автопушки. Comstar использовал модернизированные машины, вооруженные двумя большими лазерами повышенной дальности и четырьмя установками ракет ближнего радиуса действия. Среди мехов Comstar можно было встретить древнего Скорпиона, разработанного за пять столетий до вторжения кланов. 55-тонный Скорпион стал примером идеи, опередившей свое время. Так же, как и Blackjack, он проектировался как мех огневой поддержки. Скорпион развивал скорость до 97 км в час, был вооружен протонно-ионным излучателем и ракетами ближнего радиуса действия. Устойчивость конструкции обеспечивала большую точность стрельбы на максимальную дальность по сравнению с двуногими машинами. Но пилоты не очень-то стремились заполучить необычный для того времени мех из-за дикой тряски, возникающей во время перемещения четвероногой платформы. Еще более древняя модель – Thunderbolt. Его производство началось в 2491 году. Во времена Звездной Лиги этот мех был одним из самых тяжелых и являлся основой штурмовых подразделений. Не слишком быстрая и максимальная скорость всего 64 км в час, но хорошо защищенный Thunderbolt мог эффективно бороться с мехами противника на любой дистанции. На машинах модификации Thunderbolt 7M применявшихся Комстаром в битве на Тукаиде, установлена новая ферроволоконная броня и радиаторы с парным охлаждающим контуром. В этой модификации мех вооружен ракетами дальнего и ближнего радиусов действия, большим лазером повышенной дальности и парой пулеметов. Стотонный King Crab был разработан по личному указанию генерала Александра Керенского, который хотел вооружить свои войска машиной, способной уничтожить или вывести из строя вражеский мех с одного залпа. Пожалуй, единственным недостатком этой машины является небольшой боезапас его основного вооружения – сверхтяжелых автопушек. King Crab стал одним из лучших мехов, предназначенных для ведения ближнего боя. Он довольно медлителен, но при этом прекрасно защищен. В начале 31 века Комстар заключил контракт на возобновление производства этих штурмовых мехов. Машины, применявшиеся Комстаром против кланов, вооружались двумя винтовками Гаусса, ракетами ближнего и дальнего радиусов действия и большим импульсным лазером. Еще один 100-тонный штурмовик – Атлас. Наверное, самый известный и узнаваемый мех. Разработан в 2755 году для обеспечения превосходства сил обороны Звездной Лиги над войсками Великих Домов. На момент начала производства это был самый защищенный мех Звездной Лиги, имевший огромную огневую мощь. Говорили, что от одного только вида Атласа в рядах противника даже ветеранов бросало в холодный пот. Опытный пилот, управляющий Атласом, мог в одиночку уничтожить целые подразделения, состоящие из легких мехов, и не получить при этом практически никаких повреждений. На Тукаиде Комстаром применялась модификация АС-7К, оснащенной винтовкой Гаусса, ракетами дальнего радиуса действия, парой больших лазеров повышенной дальности, двумя средними импульсными лазерами и противоракетной системой. Первыми на Тукаид ступили дымчатые Ягуары. Стремясь захватить оба города до того, как другие кланы начнут действовать, Ягуары разделили свои силы. Высадка двух галактик прошла удачно. Галактика Альфа, под командованием Хана Линкольна Озиса, успешно продвигалась к городу Динджу-Хайтс, встречая лишь символическое сопротивление Комгвардии. Чтобы выйти к городу, клановцам необходимо было преодолеть проход Динджу, в котором Комгвардия устроила засаду. Благодаря осторожности командира гренадерского кластера Ягуаров, засада была вовремя выявлена, и кластеру удалось прорваться через проход. Шестой драгунский кластер также пошел на прорыв следом за гренадерами. Хан был среди них. Он пытался повторить подвиг гренадеров, но во время прорыва кластер понес большие потери. Машина Хана была выведена из строя, а его самого посчитали убитым. В это время галактика Бета, высадившаяся в болотистой местности дельта реки Рачицы, была скована постоянными атаками Комгвардейцев, чередующимися с артобстрелами. На третий день боев частям Комгвардии удалось окружить командную звезду галактики и уничтожить мех Сахана Сары Уивер. Ягуары понесли тяжелые потери и потеряли лидеров. Ульрик Керенский приказал ягуарам отступать с планеты, но далеко не все бросились выполнять приказ Ильхана. Многие воины расценили такой приказ, как попытку хранителя лишить крестоносцев славы. Они не подчинились и продолжили атаку. Вскоре большинство из них погибли в бою с превосходящими силами Комгвардии. Компания клана Новокота с самого начала проходила не слишком успешно. Хан Северен Леру приказал провести высадку с минимальной высоты. Однако воздушное превосходство в зоне высадки получила Комгвардия. Их истребители сбили один из шаттлов, перевозивший три десятка мехов и полторы сотни элементалов. А бомбардировка зоны высадки нанесла существенные потери уже приземлившимся подразделениям. Несмотря на понесенные потери, коты не изменили планов. Серьезные бои начались на подступах к городу Джодж, где силам Комгвардии удалось заманить котов на минное поле. Их положение усугублялось непрекращающимися налетами аэрокосмических истребителей и атаками бронетехники. На третий день сражения полки Комгвардии, обороняющие город, понесли большие потери и вынуждены были отступить для перегруппировки. Но и силы клана были измотаны, испытывали недостаток боеприпасов и могли быть отрезаны подошедшими свежими частями Комгвардии. Коты отошли к зоне высадки, но часть галактики Бета под дну озера обошла отступивших Комгвардейцев и внезапно атаковала ослабленные подразделения врага. Две дивизии Комгвардии были разбиты. Коты захватили несколько складов Комстара. Но это был их последний успех. Комгвардия бросила все силы, прикрывавшие город в контратаку. И прежде чем коты успели воспользоваться захваченными ресурсами, ожесточенные Комгвардейцы вынудили их отступить к своим шаттлам. Котам, так же как и Ягуарам, не удалось достигнуть ни одной поставленной цели. Силам клана Стальной Гадюки противостояла всего одна армия Комстара, усиленная двумя дивизиями. Чтобы достигнуть первой из двух намеченных целей, Гадюкам нужно было пройти через местность, получившую название Купель Дьявола. Это была ужасающая комбинация гейзеров, кипящей грязи и узких проходов между массивными гранитными колоннами. Там Гадюки лицом к лицу столкнулись с мехами Комгвардии. Клановцы лишились преимущества в дальности их вооружения, но тем не менее обратили в бегство необстрелянную 6-ю дивизию Комстара и стали преследовать ее, углубляясь в труднопроходимые, неудобные для мехов лабиринты Купели. Многие мехи увязли в грязи. Хан Натали Брин подумывала прекратить преследование и развернуть Гадюк, чтобы обойти злополучную Купель. Но в этот момент один из офицеров 6-й дивизии вышел на связь по общему радиоканалу и бросил ей дерзкий вызов. Разъяренные Гадюки всеми силами атаковали наглецов, посмевших нанести им оскорбление. Уничтожили 6-ю, от которой осталось не больше роты, но и сами при этом понесли немалые потери и израсходовали почти весь боезапас. А затем едва не оказались на грани уничтожения, когда на выходе из Купели их встретили свежие дивизии комгвардейцев. Гадюки отступили, комгвардия также отошла к обороняемым городам, не преследуя противника. К этому моменту кланы Ягуара и Кота уже потерпели поражение. Понимая, что командование комгвардии вскоре перебросит сюда войска из зон ответственности этих кланов, хан Натали Брин приказала своим воинам грузиться в шаттлы. Командование комгвардии предполагало остановить продвижение медведей сразу после их высадки. Галактика Альфа высадилась в холмах около города Спанок. Галактики Бетта и Дельта у второй цели, города Лак. Начав одновременное продвижение к двум целям, медведи рассеяли две дивизии противника, но после этого 20-й ударный кластер белых медведей попал в засаду. Атаку пришлось остановить из-за больших потерь. Тем временем галактика Альфа завязала бой в окрестностях Спанока. Планируя окружить город, дождаться помощи подразделений двух других галактик и взять населенный пункт штурмом. Все прошло по плану и город был захвачен. Первую победу кланов омрачила гибель седьмого гвардейского кластера медведей из галактики Бетта. Подразделение попало в засаду. Лес, через который шли мехи, был подожжен. Те, кому удалось выбраться из огненного ада, погибли в бою с поджидавшими их частями 12-й дивизии комгвардии. Комгвардия направила свежие дивизии, чтобы отбить Спанок. Поэтому галактики Бетта и Дельта решено было оставить для удержания города, в то время как Альфа штурмовала город Лак. Защитники города превосходили медведей по численности, но комгвардия несла такие потери, что уже готовилась отступать. Ситуацию изменил смелый рейд 103-й дивизии на склады кланов. Медведи могли остаться без боеприпасов и попасть в окружение. Решено было прекратить штурм Лака и отступить в Спанок. В этот момент Ульрик Керенский объявил об окончании кампании медведей, так как считал, что те не смогут взять Лак, не ослабив при этом оборону Спанока, который находился под постоянными атаками комгвардии. Хан и Медведей согласились с Ильханом. Спорное решение Ильхана. С одной стороны, кланы записали на свой счет достижение одной цели. Не останови Керенский медведей, и Фохт мог бы попытаться отбить город, перебросив к Спаноку подразделения из зон ответственности ягуаров и котов, которые уже потерпели поражение. С другой стороны, стоило ли так держаться за один ничейный результат, при том, что ситуация развивалась не в пользу кланов? Также прекращение боев с медведями позволило комгвардии перебросить подразделения, действующие около Спанока и Лака, в другие зоны боевых действий, что значительно усложнило положение кланов, продолжающих сражаться. Не встретив никакого сопротивления во время высадки, соколы начали наступление на городах Амптулипс и Олала. Некоторое время противостояние сводилось к отражению соколами атак противника, которые вели обстрелы с дальней дистанции и не ввязывались в бой. Ситуация изменилась, когда соколы подошли к двум мостам через широкую глубоководную реку Презна. Подходы к мостам обороняли две дивизии комгвардии. Соколы стремительно атаковали и нанесли им огромные потери. Комгвардейцы отошли, но их саперы заминировали мост. В тот момент, когда по ним двигались клановские мехи, раздались взрывы. Для переправы пришлось создать волнорез из мехов. После чего мехи, оснащенные реактивными двигателями, пересекли реку, захватили плацдарм на другом берегу и, пока устанавливался понтонный мост, продолжили продвижение к городу Олала. Приблизившись к городу, соколы заметили, что фактическое расположение зданий не соответствует плану. Все указывало на подготовленную засаду. Командир соколиной стражи Эйден Прайт отправил вперед одну звезду тяжелых мехов, которая была уничтожена боевыми машинами врага, вышедшими из замаскированных бункеров. Комгвардейцы заплатили огромную цену, чтобы отбросить соколиную стражу. Но после подхода других подразделений клана, соколы снова вошли в город. Тогда командование комгвардии решило перебросить калалли гарнизон, обороняющий хамптулипс, вторую цель нефритовых соколов. Вскоре шаттлы с шестью свежими дивизиями приземлились недалеко от Алаулы. Одновременно с этим призрачные медведи завершили свою кампанию, чем немедленно воспользовался фохт, перебросив потрепанные, но сохранившие боеспособность части, участвующие в боях с медведями, против нефритовых соколов. Они атаковали склады клана у переправы через реку. В результате авиаудара был уничтожен крупный склад. Сдерживать атаки превосходящих сил противника, испытывая при этом недостаток боеприпасов, было невозможно. Силы клана стали отходить к зоне высадки. Прикрывая отход своих воинов, среди которых была и его дочь, героически погиб командир соколиной стражи Эйден Прайт. Он в одиночку вывел из строя целую роту вражеских боевых машин. Несмотря на то, что соколы не смогли удержать занятый ими город, Керенский и Фохт сошлись на ничейном результате, так как потери комгвардии намного превосходили потери соколов. Клан Алмазной Акулы считался самым слабым кланом, участвующим в сражении. Его воины не успели получить боевой опыт во внутренней сфере. Фохт выставил против акул также далеко не самые боеспособные части, рассчитывая в дальнейшем перебросить им на помощь дивизии из других районов боевых действий. Достойно показав себя в открытом бою, акулы повторили ошибки других кланов, уделив мало внимания охране складов и линии снабжения. Их атака на город Урканад была остановлена, а после того, как из зоны ответственности дымчатых ягуаров были переброшены сохранившие боеспособность части, акулы оказались отрезанными от своих складов. Галактика Омега, состоявшая из вольнорожденных воинов и считавшаяся резервом, пришла на помощь основным силам клана и ценой немалых потерь прорвала кольцо окружения. Это позволило акулам начать отступление, которое сопровождалось постоянными атаками комгвардии. Когда акулы израсходовали последние боеприпасы, комгвардия перешла в решительное наступление, пытаясь не допустить отход противника. Их остановили вольняги из Омеги. Почти все они погибли, пока вернорожденные воины галактик Альфа и Гамма грузились в шаттлы. В итоге акулы потерпели тяжелейшее поражение. Большая часть их войск была уничтожена. Хан Ян Хоукер отметил героизм воинов галактики Омега, разрешив им служить во фронтовых частях и управлять омнимехами. В отличие от других кланов, волки намного лучше подготовились к предстоящей битве. Ими было запасено большое количество боеприпасов, достаточное для проведения долгой кампании. Их склады и линии снабжения хорошо охранялись. Между командирами клана не проводился Торг за право командовать наступлением. Против волков комгвардия направила лучшие свои части. Дополнительно были переброшены подразделения из районов боевых действий с ягуарами и соколами, когда те покинули планету. Общая численность сил, задействованных против волков, превосходила войска, действующие против любого другого клана практически вдвое. Во время продвижения к городу Скапо, волки разбили несколько дивизий комгвардии. Их не могли остановить ни численное превосходство противника, ни укрепленные позиции, ни устроенные засады. Город был взят. Оставив для его обороны несколько кластеров галактики Гамма, волки начали наступление на вторую цель. Предвидя, что история может повториться, комгвардия крупными силами атаковала силы волков на марше. В бою погиб хан Гарт Радик. Но ни это, ни то, что город обороняли 9 дивизий комгвардии, не остановило волков. Клан Волка стал единственным кланом, одержавшим решительную победу. Битва на планете Тукаид закончилась. Битва, продлившаяся три недели, стала крупнейшим сражением за всю войну. Ценой жизни тысяч комгвардейцев продвижение кланов к Терри было остановлено. Обороняющаяся сторона потеряла 40% своих солдат. Еще столько же получили ранения. Потери атаковавших разнились от клана к клану. Клан Волка, например, потерял 20% своих воинов. А акулы были практически полностью уничтожены. Поражение кланов стало, в общем-то, вполне закономерным итогом. Те преимущества, которые давали технологическое превосходство, мастерство и огромный боевой опыт воинов, были сведены на нет излишней самоуверенностью, спешкой, личными амбициями, поставленными некоторыми офицерами высшей общей цели, односторонним соблюдением правил ведения войны и неумением командиров кланов вести продолжительные кампании. Торг велся не только между кланами перед высадкой, но и внутри кланов офицеры продолжали соревноваться за право атаковать намеченные цели, что еще сильнее снижало боевую мощь атакующих подразделений. После поражений на Твайкроссе, Уолкоте и Люсьене, только кланы Нефритового Сокола и Волка сделали необходимые выводы. И если первые только отказались от торгов во время ведения боевых действий, то вторые взяли на вооружение осторожность и смогли унять жарду славы. Комгвардия сумела воспользоваться всеми недостатками кланов. Недостаток боеприпасов усугублялся перерезанными линиями снабжения. Организованные засады и ловушки в большинстве случаев становились причиной больших потерь в подразделениях кланов. Комгвардия применяла большие группы легкой бронетехники, использующих тактику наскока и отхода, тем самым замедляя продвижение противника к целям и провоцируя клановцев впустую растрачивать драгоценные боеприпасы. Но все эти тактические приемы Комгвардии не стали бы для кланов роковыми, если Ульрику Керенскому и ханам кланов крестоносцев удалось бы прийти к временному компромиссу и объединить усилия для достижения общей цели. В итоге их постоянное соперничество сыграло с ними злую шутку. Закладывая принципы, на которых было построено общество кланов, Николай Керенский вряд ли мог представить, что когда наступит час решающей битвы, именно конкуренция, обеспечивающая постоянный рост мастерства воинов, станет причиной их поражения, от которого далеко не все кланы смогут оправиться. Тукаид навсегда изменил кланы, и только те, кто усвоил его уроки, сохранил влияние и продолжил борьбу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok